МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посреди Иртышской набережной огромная сцена. За действием наблюдают без малого 100 тысяч человек. Просветительская акция о службе по контракту шагает по стране. Омск стал 17-м городом, где состоялись мероприятия, прославляющие военно-космические силы и службу в их составе. Защитников в элитные войска набирают по всей стране. Представители пяти вузов, обучающих летному делу под эгидой Минобороны России, приехали в Омск, чтобы из первых уст рассказать о плюсах и перспективах службы по контракту. Идея министра обороны, мы ее поддерживаем, и мы выполняем все его указания по проведению данных мероприятий. Ну и, естественно, вы прекрасно понимаете, что благодаря вот этим акциям у нас поднялся конкурс авиационные училища, училища ПВО в Академии, наши люди хотят на самом деле стать офицерами, хотят защищать нашу любимую родину. Руководство региона без промедлений согласилось помочь с организацией такой патриотической акции. Омская область занимает второе место по призыву в Центральном военном округе. И каждый пятый среди новобранцев остается служить по контракту. Сегодня патриотизм – это одна из основы сильной России. И поэтому такие акции нужны. Я говорю не только о нашем регионе. Посмотрите, насколько велик интерес амичей к тому, чтобы вот такие акции проходили. Это, безусловно, направлено на то, чтобы наши молодые ребята могли сориентироваться и о службе по контракту, и о службе по призыву. Примкнуть к рядам ВКС уже в этом году можно до 1 апреля. Именно тогда заканчивают работу приемные комиссии. Кандидатки на полеты в небо, впрочем, тоже встречаются. Но так как девушек в пилоты не берут, им приходится выбирать из списка других специальностей, также предусмотренных в летными вузами. Решили посмотреть, куда девочек берут. Возможно, в Питер. Метролог пока не представляет, что за профессия, но интересно. У нее вообще в детстве была мечта летчиком быть. Но летчиком не берут девочек, понимаете, к сожалению. Поэтому как бы хотим поступить, чтобы было что-то по ее, по девичьи. Ну, узнали, пришли, взяли бумажки. Дети очень изъявляют большое желание, очень большой интерес к нашим, ко всем вузам. Уже в настоящий момент сейчас 365 человек записались и хотят быть кандидатами в наши вузы. Популяризировать свою профессию в Омск прибыли легендарные русские витязи. Единственная в мире авиационная группа, выполняющая фигуры высшего пилотажа на истребителях. Передавя шоу, мощные шестерки в небе над Омском показали суперсовременную технику. Вертолеты Ми-26, самолеты Ан-2 и Ан-26, российский ударный Су-24, МиГ-31, а также стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Уплывает земля под крылом, самолет в высоту набирает. Строем заняли свой эшелон, и внизу контур Кубин китает. Мы, Россия, небесное воинство, ее с неба всегда прикрывали. И великой державы достоинства никому мы унизить не дали. Крыло, 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 уходим в небо. Нас не поймет, нас не поймет, кто в небе не был. С машиной вместе мы слились, мы с ней едины. А значит мы, а значит мы, а значит мы непобедимы. А значит мы, а значит мы, а значит мы непобедимы. 19 марта мы убеждены, в Омске прибавилось мальчишек, определившихся с планами на будущее. А как это отразится на статистике призывной кампании, в Омском регионе покажет время. Но радоваться можно уже сейчас. С такими пилотами, которые 19 марта устроили шоу «Наша безопасность под контролем». Редактор субтитров А.Семкин